Рекламно-информационная программа И день работников уголовного розыска Сегодня отмечается Это мне всегда кажется забавным День учителя и день работников уголовного розыска Тоже у вас с праздником Уважаемые правоохранители И всемирный день улыбки Будем улыбаться сегодня целый день Сегодня еще 5 октября И помнится мне наш руководитель Техоснабжающей компании обещал Сегодня завершить подключение всех домов к отоплению Обещал ровно неделю назад Сегодня 5 число докладываю С утра в моей квартире отопления не было В общем у кого такая же точно проблема Мы если вы сейчас на работе И не дома находитесь То вот по возвращению домой Желаем вам горячо застать это самое тепло Держитесь 2 часа культпохода Во втором части сразу проанонсируем Мы будем общаться и будем слушать Я надеюсь Но если к нам придет Виктория Масленникова То она будет петь Будет петь И будет рассказывать о своих проектах В первом части мы будем говорить О выставке под названием Новый альянс в галерее прогресса Причем не первый раз говорить Пригласительные мы разыгрываем В каждой программе культпоход И вот сегодня нам представилась возможность Пообщаться непосредственно с организаторами И с участниками данного мероприятия Давайте их представлять Николай А Дмитрий Шиляев Директор Центра современного искусства Галерея прогресса В котором собственно эта выставка и идет Добрый день Игорь Сметанин Главный вятский художник Председатель вятского регионального отделения Суих художников России Игорь добрый день Добрый день Сергей Перминов Это будущий главный вятский художник А ныне председатель молодежного объединения Художников при вятском региональном отделении Суих художников России Добрый день Добрый день К руководителю К Дмитрию сразу хочется обратиться Как проходит выставка Востребована ли она Что-то меняется Какая атмосфера царит Да, сегодня поподробнее поговорим — Можно я с вашего позволения? Я предоставлю все-таки слово организаторам Игорю Анатольевичу. Мы, как, собственно, занимаемся в этом проекте, главная цель наша — подсветить, добавить свет на произведения искусства. А идеолог — это Сережа Перминов, Максим Наумов и Игорь Сметанин. Было бы правильно начать с них. — Сразу же предупредим, что возрастное ограничение на этой выставке отсутствует. Ноль плюс. Абсолютно ноль плюс. Мы должны это проговаривать. И выставка, даты, напоминаю, еще раз, она началась с 13 сентября и будет проходить до конца ноября. — До 25 ноября, точнее. — До 25 ноября. Не совсем до конца. — Игорь, пожалуйста. — Да, добрый день. Я начну свое поздравление, во-первых, выступление с момента поздравления. — Ага, давайте. — Я поздравляю вообще председателя молодежного отделения с днем учителя. — Да вы что? — Он же учитель. — Я вам больше смогу сказать, у нас тут половина редакции, и я в том числе, с дипломами учителей. — Ну и я тоже. Я, оказывается, его учил когда-то в детстве. — Как оказывается, да. — Ну и тут как раз приходят, ну, как бы такие слова, я думаю, это известные слова нашего певца, где там молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли. — Это что за певец такое? — Вот она, вот она сидит. — Это что за певец? — Борис Борисович Павлович? — Борис Борисович Павлович, да? — Да. Вот она, она дышит нам вслед, прямо в затылок. И я думаю, что... — Сергей, ничего стирать не будем с лица земли, да? — Нет, ничего стирать не будем с лица земли, будем рядышком находиться. — До основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. — Ну вот, начало этой выставки, это замечательная выставка, я вчера побывал на ней, наконец-то я побывал. — Наконец-то! — Наконец-то я отсутствовал на открытии российской выставки «Российский север» в городе Мурманск. Как раз было открытие, параллельно с открытием здесь нового альянса. И я хочу сказать, что многие участники этой выставки присутствуют там. То есть это говорит о чем? — «Российский север» — это же такая официальная, да, межрегиональная выставка. — Межрегиональная выставка, где участвуют 13 регионов нашей страны. Это крупные, вплоть до Санкт-Петербурга. И я еще раз повторю, участие участников этой выставки нового альянса там доказывает то, что новый альянс, который образовался здесь и который выставил, я думаю, что это начало длительного проекта, который будет жить долго-долго в нашем городе, доказывает высокий уровень работ, которые представлены молодыми художниками. Ну, тут говорить много-много об этом можно. Хотел бы слово дать. — Кто автор названия вообще нового альянса? — На самом деле очень сложно было придумать. Вообще всегда очень сложно придумывать названия к каким-то экспозициям. Поэтому мы большой нашей бандой придумали название очень спонтанно, то есть вариантов было много. Поэтому новый альянс, он как раз актуален к нашей экспозиции. — Коллективное решение, коллективная фантазия привела к кому-то. — Как и всегда. — Ну, новый альянс — это название только этой выставки, или это уже название долгосрочного проекта? — Ну, в планах, конечно, организовывать подобные выставки, вот именно новый альянс, как выставка, например, один раз в два года, как большие выставки межрегиональные проводятся у нас в стране, как вот сейчас вот в Мурманске большая выставка, она проводится раз в четыре года, если я не ошибаюсь. — Раз в пять лет. — Да. — Это вам не Олимпийские игры, это они там в четыре раза, в раз в четыре года. — Да, мы так часто не можем метать. — Тут посерьезнее, да. — Тут посерьезнее мероприятие. — Хотелось бы на регулярной основе проводить данное мероприятие. — Сергей, а вообще, в принципе, молодежь испытывает какие-то трудности с выставлением своих работ? — Обязательно, то есть это непосредственно часть вообще творчества молодых художников. Заключается она, конечно, в том, что, во-первых, не так часто получается молодым художникам где-то представлять свое искусство, потому что в небольших городах провинциальных очень сложно выбиваться, так сказать, именно молодому поколению. То есть смены поколений, как такового, не везде присутствуют нам в региональных отделениях союза художников. — Да вообще был в творческой среде такой процесс длительный, потому что люди работают до всех ста. И свое место уступать вовсе не собираются молодой в шпане, да? — Однозначно. — Однозначно, да. — Пробить дорогу себе очень сложно, особенно молодым художникам. А я бы еще раз обернулся, как бы то, что... — Поближе, пожалуйста, к микрофону. — Те люди, которые представлены, те авторы, которые представлены на этой выставке, ну, высочайший уровень. Я вчера пришел и вернулся домой, ну, под впечатлением и подумал, как я завидую им. Ну, на самом деле это четко организованное, как бы уже понимание общего образа и так далее. То есть все, что соответствует настоящему мастеру, они молодые. И я бы тут сказал, я обратился бы к членам союза, чтобы те обязательно сходили и посмотрели на то молодое поколение, которое идет за ними. Потому что во многом уже они опережают зрелых мастеров. — В чем именно опережают? — Можно вашу экспертную оценку услышать? — Ну, экспертная оценка, это моя личная оценка, как бы, да, будет. Ну, во-первых, во взгляде, выборы темы, очень актуальные темы. Все-таки мы, они, вот это поколение больше говорит о современности, о том, что происходит вокруг. Естественно, через призму своего взгляда, то есть они адаптируют, переворачивают темы, находят какие-то образы. — Не стесняются. — Не стесняются в этом, да. — Не стесняются, это к чему относится? — Не стесняются выбирать какие-то темы, возможно, даже провокационные темы. То есть, так как молодые ребята, политичные темы, во-первых. Во-первых, тема молодежи. — Политические. — Политические, да. Тема молодежной культуры какой-то, субкультуры, соответственно, не все художники взрослого поколения могут себе такое позволить. — Они себе и не позволят, они в этом не участвуют, потому что да. — Да-да-да, именно так получается, что молодежь, она этим и отличается вот этой своей дерзостью, непосредственностью и вот этой нестеснительностью в плане выбора какой-то тематики своих произведений. А если получается еще где-то показывать свое искусство, что не всегда получается, потому что некоторые художники молодые просто или стесняются кому-то показывать его, или просто нет предоставления каких-то площадок, где можно его показывать свое искусство. — А вот это вечная тема, вернее, одна из вечных мужчин и женщин. — Как у них молодежи? — Кстати говоря, вот если заметить такую тенденцию именно в провинциальных каких-то выставках, как у нас, например, да, не столичных, соответственно, не так часто получается увидеть какие-то именно вот такие темы насущные или портреты, или философские какие-то размышления в портрете. Поэтому ребята просто очень разнопланово, я бы сказал, мажут по всем фронтам. — Тема мужчины и женщины в данном случае на этой выставке больше тема одиночества затронута. — Одиночество, да. — Это опять же свойство молодежи немножко. — Ну да, философия одиночества. — Такое ощущение, как будто современная молодежь хочет запереться от всего. То есть там многие работы, там, допустим, такой автор, как Мошкин Константин, этот грибник, который идет по лесу, вернее, по полю, полнейшая тишина и полнейшая изоляция. Стена, стена из леса, то есть это можно раскрывать абсолютно по-разному. То есть конфликт общества и человека тут уже как бы через природу. — Игорь, молодые художники, они всегда в начале пути чувствуют непонимание вокруг, да. И те, которые сейчас большие наши художники, они точно так же чувствовали, когда были молодыми. — Вполне возможно. — Ох, нас не понимают, нас не выставляют, да. — Если психоаналитика запустить на эту выставку, он там быстро составит портреты. — Ну, не ковыряют много психологических. — Дело искусствоведов, да, рассуждать. — Ну, кстати, тут еще хотелось, мы тут самого, я думаю, что виновника торжества, это тоже пропускаем, это Дмитрия. Та галерея прогресса, которая предоставила возможность молодым художникам выставиться, показать себя. — Вот огромное им спасибо. — Каждый раз мы на открытии выставки в этой галереи произносим, что уровень, на котором подает галерея, вообще любой выставочный проект очень высок и очень интересен. Как бы они всегда очень комплексно, скажем так, работают с нами. — Спасибо большое, Игорь. — Ну, а все, я смотрю, как молчали. Спасибо, все-таки, сказал это слово. — Благодарность. — Регламент нам нужно соблюдать. У нас сейчас совершенно небольшая пауза, скоро продолжим. — Культ поход. — Мы договорились сейчас небольшой обзор сделать выставки «Новый альянс». Какие художники и какие работы представлены, и затем уже приступим к нему важной и очень интересной части «Культ похода». Это вопросы нашим слушателям. — Да, собственно говоря, к розыгрышу призов к викторине. — Сергей, Игорь, кто продолжит осветить, что за художники, какие работы? — Расскажу изначально небольшую кухню, вообще как все начиналось. Данное мероприятие недолго, недолго жило в наших головах. На самом деле Дмитрий позвонил, предложил площадку. Соответственно, времени не так было много, чтобы организовать людей, и это на самом деле очень сложно, учитывая тот факт, что городов у нас представлено, и художников очень много. Больше 50 художников из 17 регионов нашей необъятной родины. Начиная от Владивостока. — Из Владивостока есть? — Из Владивостока есть, да, девочка. И заканчивая Мурманском, то есть крайняя точка. — А из Мурманска кто, девочка или мальчик? — Две девочки из Мурманска. Как раз у нас это такое лицо нашей выставки, я бы сказал, потому что вот эти норвежские мотивы современные как раз. Они у нас из Мурманска представлены, и буквально за две недели у нас получилось организовать и собрать вот этих ребят молодых. В основном это знакомые, хорошие знакомые, очень много членов Союзов художников России, своих регионов. Многие ребята уже известны в своих кругах, то есть это известные педагоги, известные художники, которые не первый раз уже выставляются, показываются на больших выставках. Вот в данном случае Игорь рассказал, что много ребят, которые у нас висят, представлены и в Мурманске на большой выставке. Поэтому успеть за две недели отправить свои работы, состыковаться, повеситься, это очень здорово, это очень быстро. И, конечно, Диме и Наташа в галерее прогресса большой-большой... — Наталье Пышком. — Да, Наталье Пышком. — Большой-большой спасибо. — Наталье экспозицию все расставить, все продумать, это же кошмар. — Да, на самом деле было сложно, потому что были какие-то моменты, что мы вообще не наберем эту экспозицию. Оказалось так, что мы набрали три зала, и у нас есть керамика, у нас есть дымковская игрушка. То есть выставка абсолютно разноплановая. Есть графика, живопись, декоративно-прикладное искусство. Поэтому я считаю, что выставка удалась, учитывая, сколько людей пришло на открытие. Такого, конечно, давно не было на подобных, особенно молодежных экспозициях. То есть каждый год у нас проводится молодежная выставка в залах... — В детской художественной школе. — В детской художественной школе, да, выставочный зал. Нынче у нас вот такая большая межрегиональная выставка. Это звучит громко, я думаю, что будем продолжать действовать в том же духе и в будущем привозить каких-то новых ребят, каких-то новых художников, показывать людям искусство с разных уголков. — В будущем, наверное, не за две недели вы будете собирать. — Я думаю, что если проект будет жить, а он будет жить, мы будем действовать уже, соответственно, заблаговременно. — Вы, кстати, с предложением уточнить, мы говорим все, молодежь, молодежь, а возраст конкретный? — Возраст у нас на выставке представлен до 35 лет включительно. То есть молодежное объединение как раз у нас представляет такой возраст до 35 лет. Начиная с 18, соответственно, до 35 лет. Вот так. — Кстати, есть предложение с повышением пенсионного возраста. — Да, повысите молодежь. — Игорь Анатольевичу просто тоже хотелось получасто в этой выставке. — С другой стороны, это же молодость, это же не отметка в паспорте. Человек может быть... — Слушай, ты нашему Николаю Жунову сколько лет? — В 80 в этом году. — Да, 80 в этом году. — Он будет проводить юбилей. — А художника моложе, вот по творчеству просто не найдешь. — Такое ощущение, что он родился вчера. — Шпана. — Так, давайте я предлагаю начать уже подключать наших слушателей. Перед тем, как мы начнем задавать вопросы, а наши гости сейчас могут подумать. — А мы готовы. — А мы сейчас будем с Николаем озвучивать сначала список призов, чтобы знали люди, за что борются-то, собственно. Поехали. — Так, 211-101, телефон сразу напомню, потому что у нас, знаешь, в последнее время начали звонить еще до того, как мы задаем вопросы. Потому что очень трудно прозвониться, да, вот звонят и висят, мы услышим вопросы и ответим. — Скоро начнут звонить в часов 6 утра и занимать поликлинику. — Билеты в Драмтеатр на премьеру уроки французского, о которой мы много раз говорили в нашей студии, сегодня, 5 октября, в 18.00, ограничение 12+. — Билеты в Театр Кукол завтра, 6 числа, в 11 часов, там будет представление Машенька и Медоведь, 0+. — Билеты на любой фильм из Сианского кинотеатра «Дружба» или «Смена». — Билеты на концерт «Юты», который состоится 10 ноября в ОДНТ, начало в 18.00. Если вы следите за рекламой и слушаете наши передачи, то прекрасно знаете, что концерт перенесся с 29 сентября на 10 ноября. Все приобретенные и выигранные, в том числе, билеты у нас здесь в эфире, они действительно, так что ничего страшного нет. Пожалуйста, реклама у нас в эфире идет, там указан телефон организатора. Есть желание, а желание должно присутствовать у почитателей красивой, душевной музыки. Пожалуйста, кассы города, приходите. — Ну и сегодня можете выиграть. — 12+, 12+. — Билеты на национальное шоу России «Кострома». «Кострома» — это один из самых молодых профессиональных хореографических коллективов России, ему 25 лет. Это вообще суперфеноменальный коллектив, можно очень много про него говорить. 15 октября в 19.00 в Доме культуры Родины, ограничение 0+. Тамерлан Нукзаров, легендарный цирковой артист с программой «Легенда», все еще гостит до 14 октября в нашем Кировском государственном цирке. И сегодня билеты мы разыгрываем, очень ценный приз, 0+. — Вы, кстати, говорите о молодых, да? Вот Нукзаров, ему 76 лет. Хотел бы я таким в молодости быть, каким он сейчас. Такой джигит, это вообще, да, это просто прекрасно. Как всегда, книги от магазина «Читай город», которые расположены у нас в городе Кирове. Два магазина на Преображенской 65 и на Ленина 103А. Владимир Березин, «Дорога на Остапова», автор биографии Шкловского «Жизни замечательных людей», написал прекрасную книгу «Путевой роман», в котором четверо друзей решили проехать последним путем «Льва Толстого». Многое понятие, остаться в живых. 16+. — Следующая книжка. «Птица по имени». Николай держит ее в руках, небольшая, карманного формата. — Очень красивая. — Чудесно, прекрасно иллюстрированная, познавательная в широком культурном контексте книга. — Красивая книга. — Приятно для глаз, для ума и сердца. Очень кратко, 12+. — Популярная риторика Леонида Смехова. Думаю, объяснять ничего не надо. Это для тех людей, которые хотят прийти к нам в студию и красиво говорить. Это самый главный учебник в жизни. — О-о-о! — 12+, конечно, 18+. — Никому не повредит, в общем. — Абсолютно. В принципе, и нам с тобой, Владимир. — Рецепты сотворения мира — это книжка Андрея Филимонова. Что она собой представляет? Это семейный роман-сага, роман-хроника, где через весь прошлый век, 20-й, прослеживается судьба Галины и Дмитрия, бабушки и дедушки, героя-рассказчика. 18+. — Для тех, кто любит пожестче, Николай Стариков. Ненависть, хроники, русофобии, факты, цифры, документы, собранные в книге, убеждают в том, что ни Российскую империю и жители, ни Советский Союз, ни нынешнюю Российскую Федерацию на Западе особо не любят. — Почему? На этот вопрос отвечает эта книга «16+.» — Итак, 4 книжки мы сегодня разыгрываем. — А, нет, 5, всё-таки, 5 книжек, да, 5 книжек сегодня разыгрываем на любой вкус. Есть у нас, естественно, пригласительная на выставку, о которой мы сегодня говорим, новый альянс в галерее прогресса. Выбирайте, пожалуйста, 0+, ещё раз напоминаем, ограничения. И есть ещё один подарок. — И есть сертификат на бесплатную дегустацию чая от мойчай.ру Киров до 6 человек. — Да, один сеанс, да? Вообще здорово, чайку можно сказать попить на сколько здесь. У нас как раз в студии 6. — Можем между собой разыграть. — Ну что, уважаемые гости, задавайте вопрос. — Кто первый? — Мы ещё не задали, но... — А, ну уже понятно. — Ну хорошо, давайте вопрос сначала зададим. Дмитрий. — Или Сергей будет задавать. — Нет, просто я не знаю. — Да ничего, вы задавайте, потом примем. Может, человек просто активный. — Я хочу задать вопрос о, скажем так, почётном гражданине. Мы его считаем, он официально пока не признан, но этот фотограф работает на уровне власти и с людьми, которые работают в бизнесе, иногда в крупной бизнесе. Это звёздный фотограф. Я хотел бы, чтобы слушатели отгадавили его фамилию и имя. — И откуда он родом? — И откуда он родом? Если не отгадают, мы... — То он какое-то отношение имеет к нашей местности? — Он имеет прямое отношение к Вятской губернии. — В общем, один из известных российских фотографов, который работает... — Один из звёздных фотографов, который родом из Киевской области. — Ну давайте принимать звонок. Алло, слушаем вас. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Вас, Татьяна, зовут, да? — Я знакома была с Шишкиным, фотограф в Кировской правде работал. Современных фотографов я не знаю, но проигрышем я тоже не огорчена, потому что я в прошлый раз выиграла в Кострому билет. — В Кострому поздравляем. — И хотела просто поздравить всех учителей. Мне пришлось поработать в школах, техникумах, в институте, ну и учеников всех. — Спасибо. — Имя и отчество ваше хотелось бы знать. — Татьяна Валентиновна. — Татьяна Валентиновна, спасибо вас тоже с днём, учителем. — 211-101, ждём ответа на вопрос. Один из самых известных российских художников, которые работают с очень известными людьми, политиками, звёздами. — Фотографов. — Фотографов именно с этими фотографами. — Фотографов, да. — Звёзды непосредственно отношений к нашему краю. Хотя я вот уже так сижу, вспоминаю, уже несколько вспомнил, да? У нас ведь край богат. Не только на художников прекрасных. — Я допомнил, звёздных фотографов, которые работают со звёздами нашего богема. — Ну ты так вот настойчиво добегаешься, я теперь точно уже понял, о ком ты говоришь. Ну ладно, давайте ещё послушаем. — Он абсолютно достойный. — Вы в эфире, добрый день, как вас зовут? — Добрый день. — Олег, вас зовут. — Меня зовут Олег. — Да, Олег, ну давайте сходу правильно отвечаете. — Ну попробую сказать, это Владимир Широков. — Это правильный ответ. — Ура! — Да. — Да, Владимир Широк, всё верно. — Звёздный, звёздный, да. — Олег, вы уже были на выставке «Новый альянс»? — Нет, не был. — Пойдёте? — Давайте. — Отлично. Всё, не кладите, пожалуйста, трубку. Пообщайтесь с нашим редактором. — Я бы хотел дополнить, почему я выбрал Владимиру, потому что когда знаешь его лично, и бываешь на его презентациях, выступлениях и так далее, вы понимаете, во всём мировом сообществе очень важно в арт-среде, когда человек добился чего-то, да, а он добился, он из пронинсуального города, вот как и мы, собственно, да. — Из Чапецка. — Он из Кирова, Чапецка. И он вышел на уровень, ну, на российский, где ему заказывают портреты звёзды, одни из первых лиц политики, ну, как бы государственной власти на уровне Кремля, допустим, да. И он раз в год приезжает сюда с песнями из детских советских мультфильмов, и, как бы, люди приходят на его концерты, слушают. — Да, вот именно вот эти песни, да, вот не только эти песни, но и эти песни в том числе. И люди становятся людьми благодаря его концертам. Это дорогого стоя. — Владимир сам исполняет эти песни? — Он сам их исполняет, он, насколько я знаю, учится в оперной певице, то есть он старается это делать на высоте. — Ого, как! — Талантливый человек, талантлив во всём. — Всегда да. — Так, ещё раз напоминаем, что это программа «Культпоход», 211-101, номер нашего телефона. Мы говорим сегодня о выставке «Новый альянс» в галерее «Прогресса». С нами Дмитрий Шилеев, руководитель галереи Игорь Сметанин, председатель Вятского регионального отделения Союза художников России, и Сергей Перминов, председатель молодёжного объединения художников при Вятском региональном отделении Союза художников. Небольшая у нас сейчас реклама, будьте начеку, скоро мы вернёмся. Культпоход. Это будет завтра, в полдень. — 12 часов. — Да, то есть на конкретную дату, на конкретное время. Так что имейте в виду, когда будете выбирать. — Ну, мне кажется, в случае праведного, это очень хорошее время. — Сергей, пожалуйста, задавайте вопрос нашим слушателям. — Хотелось бы вопрос творческий задать, так как у нас всё-таки творческая тема, выставочная. — Вопрос несложный. Хотелось бы получить правильный ответ. — Задавай. — У нас в нашей Вятке, в Кирове, давным-давно родились два очень-очень-очень крутых, известных художника под одной фамилией. И хотелось бы узнать их имена и эту фамилию. — У них поди ещё и отчество одинаковое. — Поди и отчество одинаковое, да. — Вот это я так подсказал тихонько. — Кстати говоря, фамилия очень звучная и прославляющая именно наш Вятский край как раз в творческом плане. — Всё, прекрасно. — Вопрос, видимо, из разряда элементарных. — Да. Сергей, мне кажется, не надо уже больше ничего подсказывать. Я уже тут ляпнул такое, что... — Про отчество-то имею в виду? — Конечно. Два художника с одинаковым отчеством, прославившие Вятский край. — Ну, сейчас, я думаю, быстро наш... — Да вот уже стучат на локошечко. — Собразят. Вы в эфире. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. — Здравствуйте. — Здрасте. Имя ваше? — Игорь меня зовут. — Игорь. — Я вот думаю... — Не сметанин, но у меня случайная фамилия. — Как вы думаете? — Аполлинарий зовут. — Аполлинарий Васнецов. — А старшего? — А и твой, а второго? — Так, и... — А-М и В-М... — В-М. — Да, инициалы я имею в виду. — А-М Васнецов и В-М Васнецов. — А В-М это кто у нас? — Так. Владимир. — Ну, давайте мы сделаем вид, что не слышали. — Я забыл немножко. Я знаю, что в Рябово у него там есть... — Это простое такое имя, римское, звучное. — Аполлинарий-то как раз в Рябово родился. А вот старший, который, он родился в Уржумском районе. — Ага, в Уржумском. И зовут? — Вот сейчас главу Уржумского района точно так же зовут. Хорошая подсказка. — Очень сложный вопрос оказался. — Да. — Ну, еще песня такая танцевальная, она уже несколько лет крутится. Знаете, такая... — Остановите, остановите. — Ну, на В же, да? — На В же, да. — Вот ему, ему надо выйти. — В Володе, значит? — Да вы уже говорили, Володя, мы же сказали неправильно. — Ну, так, подсказку. — Подсказку? — Я говорю, нашего летчика-космонавта так зовут. — Летчика-космонавта так зовут, да, нашего. Дважды героя Советского Союза, нашего земляка. — Ну, Савиных-то который? — А зовут-то как его? — А вот зовут-то вот... — Да что ж у вас? — А, Виктор, все понял. — О, вот, да. — У меня уже родилась еще одна подсказка. — Не, я просто знаю, что вот на В это вот Виктору Володину одну и ту же, ну, понял. — У меня уже еще одна подсказка родилась, у нас во втором части будет Виктория, вот, как-то хотел уже от этого отталкиваться. — Ладно, вы вымучили, но вы запомните. — Виктор, да. — Спасибо, что он был сегодня, что он с Владимиром. — Так, значит, еще хотите сказать, чтобы я в цирк на два билета пошел, да? — Я не знаю, вы сами выбирайте. — У нас много призов-то и билеты всевозможные, книжки есть. — Если хотите в цирк, то, пожалуйста, завтра в 12. — А там два билета можно, да? — Ну, два места. — Да, два места, конечно. — Да, два места за вами. — А завтра во сколько? — В 12. — В полдень. — А, в полдень не получится. Завтра в субботу же, да? — Ай, боже мой, ну, давайте определяйтесь уже быстрее. — Тогда давайте в театр. И театр есть? — Есть. — Трам-театр есть. — Сегодня в шесть вечера. — В шесть вечера это завтра? — Сегодня. — В шесть вечера сегодня. — Давайте мы передадим все-таки редактору. — Ну, давайте, давайте. — Поговорите с редактором. — Редактор, возьмите нашу, пожалуйста, слушателя, а потом сообщите нам, что он выбрал, а то мы тут, знаете, часов до девяти вечера можем. — Так, поехали дальше. — Подбирать приз подходящий. — Ну, Николаю переходит очередь. — Ну, я всегда немножко музыкальный вопрос задаю. Сегодня не арканрольный. На 1 октября, к сожалению, случилась такая грустная вещь, и умер один из моих самых любимых исполнителей, которого так в миру звали Шарль Азнавур. Ну, а при рождении он был Шахнур Вахинак Азнавурян, потому что человек был, так сказать, армянской национальности. Его родители произошли из территории нашей Российской империи. В 22-м году они бежали и родили его уже там. Вот. И поэтому попрошу сейчас поставить фрагмент его песни, чтобы мы его вспомнили, и потом задам вопрос. — Одна из самых известных песен звучала в нашем фильме «Тегеран-43». Вот. Но дело в том, что он здесь уже так хорошо поет, пока он был молодой, он пел очень скромненько. Голосок у него был так себе, и кабы не Эдит Пиаф, он бы вообще никогда не пел. И поэтому он всегда никогда не назывался певцом, он называл себя... А вам сейчас предстоит узнать, как. Три варианта ответа даю. Он называл себя поющий поэт, он называл себя поющий актер, или он называл себя поющий композитор. Хотя уже к концу жизни он позанимался хорошенько, и уже три октавки себе сделал, и пел уже вполне профессионально. — Диапазон голоса, три октавки. — Да, 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 да. Но это долго занятий стоило. Так у нас что, есть у желающих, да? — Поэт, актер или композитор с приставкой «поющий». — Да, поющий поэт, поющий актер или поющий композитор. Добрый день. — Добрый день. — А, вас зовут? — Меня зовут Светлана. — Светлана. Ну, как же себя называл скромный Шарль Азнавур? — Увы, уже называл в прошедшем времени. — А можете повторить еще раз? — Поющий поэт, поющий актер или поющий композитор? — Напоминаем, что если вы отвечаете... — Я думаю, что поющий поэт. — Ну, первый неправильный ответ мы как будто не слышим. У вас осталось два варианта. Поющий актер или поющий композитор? — Поющий актер. — Вот это правильный ответ. — Правильный ответ? — Да, он все-таки в 60-фильмах снялся как актер, помимо всего прочего. Но он прожил почти 95 лет. — Да, и, между прочим, написал примерно 1300 песен, говорит нам в Википедии. — И продал порядка 200 миллионов дисков. — Это тоже она же говорит. Ответ ваш правильный. Что бы вы хотели получить за него? — Цирк. — Цирк завтра в 12. — Да. — А у нас точно возможность есть в цирк? У нас предыдущая... — Сейчас, секундочку. — Анна Лапшина, наш редактор, отзовитесь, пожалуйста. Хорошо. Ладно, передаем. — С редактором поговорите, я думаю, что все нормально будет. — Да. Так, с меня вопрос, да? И потом еще успеем немножко пообщаться с нашими гостями. Ну, день учителя, как уж все-таки обойти туда-туда стороной, да? Как это по-английски? World Teacher's Day, да? Всемирный день учителя. Я приготовил несколько отрывков из очень известных отечественных, ну, советских в данном случае фильмов, где действие происходит именно в классе, где учитель общается со своими учениками. И вот сейчас прозвучит первый отрывочек. Видимо, следующие уже будут звучать во втором части, потому что время у нас заканчивается. Задание очень простое. Назвать, как этот фильм, собственно, наименуется. Поехали. — Да и Лондон. 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 Лондон из... Девочки, потише. Лондон из... Из ван ов-де-бигаст... Сулима, не ту страницу открыл. Из ван ов-де-бигаст... Ну? Лондон из... Ну, Лондон. Лондон. Это... Что-то как-то присутствующие в студии напряглись. Вы что, не узнаете этот фильм? Нет, я не узнал. Не узнали этот фильм? Я не узнал этот фильм. Ну, может быть, наш слушатель сейчас нас просветит. Алло, добрый день, как вас зовут? Алло, добрый день. Меня зовут Андрей. Андрей, ну, вы-то, чувствую, уверенно сейчас ответите. Что за фильм? Ну, я думаю, приключение электроника. Вы знаете, в списке выбранных мной сегодня для загадки фильмов, вот фильм, озвученный вами, он есть. Но это, к сожалению, в данном случае не тот. То есть ты подсказал уже на второй час? Ну, я подсказал, да. Ну? Вот первый вариант неверный. По правилам культа похода мы вам даем еще одну попытку. Соображать. А, ну, до трех. Тогда курьер? Нет, не курьер, нет. Ждем следующего звонка. 211-101. Ну, вышел там на уроке английского ученик к доске и не выучил текст про Лондон и the capital of Great Britain. Вы тоже не знаете нашего уважаемого гостя? Я не узнаю. Вполне возможно, что за филинг глазами. Да? Я вообще не могу. Ну, ничего себе. Наша редактор Анна Лапшина, когда ей демонстрировала, Аня, угадаешь, спросила. Она прям сходу, с первой секунды. Так это ж критво. Так вот сейчас мы узнаем, что у нас. Так это что, спрашиваю у вас? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здрасте, Андрей Жигаль. Да, да. Давайте хором, Андрей. Гости из будущего. Да, да, да. Гости из будущего. Это когда... Вот я этот фильм прекрасно знаю, но этой сцены я просто не помню. Ну, помните, когда в учительницу английского перевоплотился один-то из пиратов. Там не знали комедию Сулейма как раз. В исполнении Кононова. Да, ладно? Хорошо, Андрей, что выбираете? Кострома. Кострома. Здорово, Кострома, здоровенько. Хорошо, выбирайте. 15 октября, 19.00, ДК, Родина, ограничение 0+. Передаем вам нашему редактору. Ну что, у нас 2-3 минуты остается. Пожалуйста. Дмитрий. У Димы есть сообщение. Я просто, чтобы не упустить суматохи дней, как говорится. У нас будет показан 11 октября «Биопик». Это, собственно, биографический фильм «Биография». Он отличается от другого кино только тем, что он как бы и одновременно и художественный. У него есть черты художественного и документального. Вот прекрасно этот фильм впишется в выставку молодых художников. Фильм называется, значит, «Оскар». «Биопик» я буду читать с листа, потому что эту информацию буквально мы договорились с «Гаджета». Ну, это уже лист можно в современном мире называть. «Биопик» — об одной из самых легендарных фигур в советском неофициальном искусстве. Зачинщики бульдозерной выставки 1974 года Оскаре Рябине. — Бульдозерная выставка. — Оскар Рябин — он организатор и участник известной бульдозерной выставки. Один из самых знаменитых русских художников. Фильм посвящен легендарному художнику, лидеру советского неофициального искусства. Кстати, дом Оскара Рябина недалеко от станции Леоназова был центром художественной жизни, объединив в конце 50-х годов художников и поэтов, творчество которых искусствоведы описывают в таких терминах, как «второй авангард», «андеграунд» и «нонконформизм». Фильм снят при участии нескольких стран, это Россия, Германия и Франция. Интересно, что фильм, сделанный в год 90-летия Оскар Рябина, вполне классический байпик с точки зрения формы, по содержанию и точности воздавит с теми смыслами, которые содержатся в работах главного героя. Это история о свободе, любви и человеческом достоинстве. — Еще раз, это будет следующий октябрь, да? — 11 октября, 19.00, можно разыграть билеты. — 19.00, ну хорошо, разыграем. — Два билета, прям вот, ну как бы... — Прямо запишем сейчас, Николай, сейчас, на показ. — На сайте сегодня появится информация. — На сайте галереи, да, сегодня? — Узнародная выставка была гораздо раньше, на Прихрущеве была. — Да. — Возрастное ограничение еще, там что-то его не нужно выяснить. — Гаджики напутали. — 12+. — Ну что, спасибо большое, на этом завершается первая часть культпохода. Наши гости — Сергей Перминов, председатель молодежного объединения художников в Привятском региональном отделении Союза художников России, Игорь Сметанин, собственно, руководитель регионального отделения Союза художников. Еще раз приглашайте всех на выставку, пожалуйста. Несколько слов в завершении нашего общения. — Спасибо большое. Всех бы хотелось поздравить с чудесным праздником День Учителя. И, конечно же, будьте в искусстве, приходите на выставку, ходите на выставки, смотрите, любуйтесь, анализируйте, это здорово. Галерея Прогресса до 25 ноября. Новый Альянс. — Игорь, присоединитесь, добавите. — Я абсолютно присоединяюсь к этим положениям. Еще раз приглашаю всех. Будьте с нами, знайте нас, узнавайте нас, будьте лучше нас. Давайте себя совершенствовать. Переходите к нам в искусство, узнаете много больше о себе. — Спасибо. И также благодарю Дмитрия Шилеева, руководителя Галереи Прогресса. На этом первый час завершен. Далее новости, тематические программы. До встречи через 20 минут. Культ Поход